Муж Долиной избил её до полусмерти и едва не застрелил. Бывший муж певицы Ларисы Долиной, музыкант Анатолий Меочинский, серьёзно болен. Он почти не выходит из дома. Родные 72-летнего мужчины обратились в программу «Пусть говорят» Первого канала, чтобы передать весточку Ангелине, дочери Анатолия и Ларисы. Нынешняя супруга Меочинского Галина пришла в студию, чтобы выступить от лица Анатолия. Она хочет, чтобы в душе пожилого мужчины наконец-то наступил мир. Его самая главная боль – родная дочь Ангелина. Дочка, а сейчас ещё прибавилась внучка. Сашеньке уже скоро 7 лет, а дедушка ни разу, к сожалению, не видел. Засветовала женщина. Жена музыканта отметила, что рассказы Долиной о якобы пьянстве Анатолия несоответственны в действительности. Меочинский вспомнил, что певица сама тащила его под венец. Во время знакомства с артисткой Анатолий был в браке и переживал смерть своего первенца, поэтому сам не хотел уходить от жены. По словам Анатолия, Лариса была непреклонна, а он не мог ей противостоять. Пенсионер добавил, что с Долиной развёлся легко. После расставания Лариса звонила ему всего дважды, просила забрать ребёнка на время похорон отца и уговаривала дать разрешение на определение дочери в зарубежное учебное заведение. Анатолий надеется, что эту программу посмотрит Ангелина и поймёт, что отец по-прежнему любит, вспомнит и ждёт её в гости. Второй муж Долиной гитарист Виктор Митязов тоже забинул на съёмочную площадку. Мужчина захотел рассказать о том, как повлиял восстановление Ларисы как популярной звезды. Мужчина отметил, что только после того, как он появился в жизни исполнительницы, Болину заметил в Москве, и её кодьера пошла в гору. По словам Виктора, он очень любил супругу и не хотел с ней расставаться, но звезда влюбилась в его коллегу, Илью Спицына, и настояла на разводе. Подруга певицы, светская девица Лена Ленина, заявила присутствующим, что Митязов пытается казаться лучше, чем он есть на самом деле. Вот только он почему-то и сказал, что он избил Ларису до полусмерти за два часа до того, как она собрала чемоданы и ушла. А тот, что он держал заряженное ружьё два часа у её виска, «Он тоже никогда вам не говорил», – сообщила подруга Долиной, ошарашенным гостям программы. Эксперты скептически отнеслись к словам светской девицы. Они попросили предоставить доказательства этим громким обвинениям. «Я точно знаю, несколько раз с вызовом повторила Ленина. Я говорю правду, и этот человек негодяй», – не унималась Елена. Она отметила, что у неё есть возможность подвертить свои слова. Но делать этого почему-то не стала.